Здравствуйте, друзья! С вами Бер, Ветер Луны, и мы продолжаем проходить кампанию ночных эльфов в World of Warcraft. В прошлый раз мы остановились на, опять же таки, стандартных заданиях. Продолжаем выполнять их. Стартовые квесты ждут. Что-то я так приноровился с руки бить без облика, что мне кажется, так гораздо быстрее. Посмотрим. Кстати говоря, вы заметили, как изменился внешний вид у моего персонажа? Мне кажется, это обмундирование идет больше. Стиль какой-то хоть есть. Вверх-вниз одинаковый. Такой цветостый плащ. С одной стороны, вроде бычурно выглядит. Ну, как бы не сочетается с цветами, с тем, что надеется. А с другой стороны, как-то весело все это смотрится. Не знаю даже, как это обозвать. Кстати говоря, насчет моды. Последнее время... Ну, вот небольшая такая вот отсебятина. Не по теме прохождения. А в последнее время заметил, что молодежь и людей вообще абсолютно не парит. Что сейчас за мода? То есть, много... Большинство молодежи, они одеваются, вы знаете, как одевались в 80-е, в 90-е, в 2000-е, в... И то есть, и как сейчас. То, как вообще сейчас одеваются. Сейчас вообще абсолютно людей практически перестало парить модом. То есть, я это очень сильно заметил. Опять же, таки, почему? В мое время, когда я учился в школе, это было... Ну, когда более-менее уже сознательный возраст у меня был 13 лет, плюс, там, минус год вперед-назад. И я отмечал одно такое явление. То, что в школе было модно носить исключительно один стиль одежды. Это был в основном скейтерский стиль. То есть, конечно, были другие субкультуры, но это уже более в старших классах. А в то время почти вся шкалота, скажем так, к которой я себя и отношу... Относил в то время, да, шкал... Ну, школьник, шкалота, что поделаешь. Вот. И мы, как бы, все стремились одеваться как скейтеры, скажем так. Вначале вот эти стандартные тапки, джинсы немного зауженные, там, какая-нибудь футболка понтовая, я не знаю, там, Vans или какая-то там Fallen фирма, да, была DC, вот это вот, помните, да, все это дело. И то есть, вот все старались придерживаться такого стиля. Сейчас я смотрю, абсолютно никого ничего не парит совсем. То есть, все одеты как попало. Вот я к чему говорю, к тому, что смотрите на нашего персонажа. Так, а побеги-то где? А, я забываю собирать, наверное. Заговорился. Ну, давайте в ту сторону прогуляемся еще. Тут написано, что тоже что-то есть. Да, и не перестаю отмечать, что много людей качается. Много. Ладно, от себя тена закончилась. Продолжаем погружаться в мир. И атмосферу. Продолжаем. Неужели еще задание? Да, есть таковое. Интересно, что это за цветок? Как он подсвечен? Необычно. Необычайно. О, нет, это что-то типа срубленного цветка. Или пострадавшего от чего-то. Хотя, а может быть он так просто выглядит? Интересно. Светящийся плод. Под ветками этого светящегося растения висит большой круглый плод. Вы уверены, что Деналану захочется его изучить? Принесите светящийся плод Деналану к озеру Алямет. Хорошо. Принесем. Нам все равно в ту сторону идти. Интересно. Да, необычный светящийся плод. Что-то странное. Да, Налан. Что привело тебя сюда? Что произошло, я не понял. Квест исчез. А, вот. Дай-ка посмотрим, как эти семена прорастут на моей подготовленной почве. Хорошо. Смотрим. Да, и они превратятся в болотни. Болотни. Надо научиться правильно склонять все это дело. Приветствую. Так, саженцы-древесники. Тогда было саженцы. Мне не терпится посадить их. Держи. Удачи. Странно. Опять. Наконец-то мой деревесник будет высажен. Ну, то же самое произойдет. Мне нужна цель. Это честь для меня. Да, да, добыли. Ты добыла. Ты их добыла, славно. Я посажу их в специально подготовленную почву. Уверен, что роски потянутся вверх и вырастут в древесниках. Гораздо более послушно. Может, позже ты еще увидишь результаты. Десятый уровень. Ура. И новая возможность специализации доступна. Ну, короче, по-моему, все доступно. Ладно, это интересует квесты, квесты. Релиан, зеленый костер. Ветер луны. Не могла бы ты доставить один из тех саженцев, что ты принесла мне моему другу, Релиану, зеленому костру. Он друид, который живет в родниковом шалаше. Когда мы в последний раз общались, он проявил интерес к моей работе с древесниками. У него есть кое-какие идеи, и он будет очень рад поработать с таким образцом. Благодарю тебя, ветер луны. Твоя помощь просто неоценима. Надеюсь, что однажды ты увидишь плоды моих трудов. Ты найдешь родниковый шалаш возле дороги, идущий на запад из Доланаара в направлении Дарнаса. Хорошо, принесем саженец своему другу. Так, раски древесника. Да, нашла. Как много. Они распространяются с ужасающей скоростью. Надеюсь, мне удастся разгадать, что же за порча поразила их. Благодарю за помощь, ветер луны. Этот край, благодаря твоим усилиям, стал чище. Хорошо. Светящийся плод. Похоже, ты что-то хочешь мне рассказать, ветер луны? Ты что-то знаешь о древесниках? Ты нашла его на Тель-Драсиле? Как интересно. Такой необычный плод. Может, семена занесло издалека? Может, даже из Азерота? И что-то в нем есть такое. Похоже, на него как-то странно повлияли почвы Тель-Драсила. Спасибо тебе, ветер луны. Теперь изучи. Извини. Мне нужно попристальнее его поизучать. Храни тебя, богиня. Понятно. Хорошо. Прощай, Даналайм. Нам нужно... Да, по дороге. Дарнас. Все, друзья мои. В Дуланаре квесты кончились. Но, чтобы не бежать, перенесемся туда мгновенно. Экономим время. И, конечно, еще хотелось бы отметить единственный такой... О, вот еще квест висит. Еще один единственный примечательный факт, то что... Ладно. В медведя теперь можно. Хорошо. А, можно уже переключаться. Неужели? Можно с баланса в силу зверя. Давайте в силу зверя. Потом мы спробуем другие. Когда будет время, я это прохождение постараюсь сделать чуть-чуть побольше, чем просто... Так вот, хотелось бы отметить, что уровень мы получили гораздо быстрее, но бегали гораздо больше в сравнении с... Не знаю, с чем сравнивать, но некоторые стартовые квесты гораздо быстрее, но уровень дается гораздо медленнее. С чем это связано, я не знаю. Но это интересный факт. Так. Ладно. Задание нам предлагает. Критрас, лунный гнев. Приветствую. Тельдрасил, Ноша, Колдорай. Теперь ты должна посетить лунный колодец под ветвями Древа Оракула, далеко на северо-западе. Это первый и самый могучий из наших колодцев. В его водах содержится сама суть силы Элуны. Наполни фиал его водой и вернись ко мне. Я буду ждать тебя на перекрестке перед Дарнасом. Хорошо наполните метистовый фиал. Пусть звезды направляют тебя в пути. Неужели так далеко? Ну ладно, по дороге как раз нам по пути. Хотя давайте сразу посмотрим, что за трансформация есть. Чтобы не тянуть это на потом. Не люблю на потом оставлять, потому что знаю, что потом ничего не сделаешь, скорее всего. Да, вот так в медведя красивейшего, который может сидеть. О, Бэр, это ты. Да, это я. Всем привет, друзья. Ну вот, увечья у него есть. Но в основном он в танкующей специализации. И давайте еще исцеление посмотрим. Да, есть такие умения у него классные. Так, и теперь в исцеление. В исцеление, что мы можем? Просто ходить, пока что лечим. Еще недоступна у нас вроде трансформация в дерево. Или уже нет у него трансформации. Ну, еще баланс имеется так же. Вернемся-ка в баланс. Ну, вот так вот. Звездный поток. Масуха, грубо говоря. Ладно, давайте в силу зверя. Быстрее бегать. Мне нравится быстрее бегать. Хорошо. Так. Ну все. Идем. Навстречу. Ветру. Именно так бы сказали истинные ночные эльфы. И так же говорю я. Потому что, напоминаю, друзья мои. Мы стараемся максимально передать атмосферу ночных эльфов. И так же говорю я. Помню. Во-вторых. И так же говорю я. И так же. Давай. И так же. И так же говорю я. Я съедаю. И так же говорю я. Отлично, мы идем верным путем Кстати говоря, друзья мои В планах еще много Много стартовых квестов За все расы я планирую это сделать Торопиться не будем Но заранее скажу, что Если вам интересен этот формат Подписывайтесь и обязательно жмите колокольчик Вот хижина Релиана Зеленый костер Я слушаю Привет тебе, чем могу помочь? А, саженец древесника Я хотел попытаться сам вырастить такой Чтобы помочь Деналану в его изысканиях К сожалению, я выяснил Что множество древесников поражено порчей Причем не только растения родители Но и юные ростки И не в моих силах это исправить У Деналана великий талант работать со всем, что растет Если кто и найдет исцеление для будущих древесников То это он Возможно, он наша последняя надежда Мшистые опухоли Древесники становятся все более злобными Мы пытаемся найти источник этой беды Но пока, чтобы уберечь Тельдрасил Нам приходится уничтожать древесников Которым уже не помочь Те, что бродят вокруг Родникового озера На севере Поражены порчей сильнее всего Их надо уничтожить Уничтожь всех древесников, которых там найдешь И собери растущие на них мшистые опухоли Принеси их мне, чтобы я мог их сжечь Хорошо Так Аша тыла Мир тебе, брат Так или иначе, нам все равно в ту сторону Поэтому Идем Учителя снятия шкур Профессии Чем могу помочь? В принципе, ничем Только быстренько хламом и скинем весь Ну, как-то так Да, светит твой панч Это я зря сделал Отлично Родниковое озеро Странно Неужели здесь Быть такого не может Ну, давайте посмотрим Нет, нет, конечно нет Родникового река Ну, видимо, в конце Что-то я древесников не вижу Куда они все делись? Да, далековато Странно Что-то там есть Вот он Не достаю Слишком далеко Первый за много Нужно подойти поближе Подойти Есть Да Их мало Потому что Людей много Достаю я так отмечать Что-то есть такое В ночных эльфах Что привлекает Новичков Я уже говорил Что Когда только первый раз Пошел в World of Warcraft Почему-то Он создал Ночного эльфа Не знаю почему Кстати говоря То же самое Я проделал В другой игре Лайн айч 2 Если кто знает Такое Слишком далеко Тоже Суправал Начинал Ой Сумас Да там они Не начни Эльфон И поправлю Сразу себя Там они Темные Ну Конечно Суть там большая И очень разная То есть Если опять Отседатель Ну ладно Пока Квен И задание Темные А уйдет Что-то Как это все Давайте Врестимся Там они Темные И они Наверное На самом деле Полная Противоположность Начни Начни Из-за природы От тех Природа Особо Не волнуй Они Живут Темных Неплодородных Скажем так И поклоняются Темные Маги Темные Матери Нужно Подойти Поближе Слишком Далеко Вот Наконец-то Сверей Путыл А я Только Сейчас Заметил Надо Почаще Его Пользовать Я чувствую Что-то Не хватает Не хватало Именно Этого Умения Потому что Я думаю Не может Так Долго Такая Клевая Кошка Сражаться С простыми Монстрами Нужно Подойти Поближе Слишком Далеко Есть Есть Последний Болотный Да Они Видимо Должны Были Быть Там В самом Начале Не достаю Не достаю Раскачали Ооо А где мох Слишком Далеко Нужно Подойти Поближе Есть Так Раз уж Мы Здесь Неподалеку Надо Набрать Воды Из Самого Древнего Колосца Неподалеку Неподалеку Дух С течением Времени Олений Шлем Все Более Отдался Отдалялся От нашего Народа Одни Полагают Что он Винит Нас Его Народ В смерти Его Сына Которая Случилась Давным Давно Во время Войны Зыбучих Песков Другие Пересказывают Сплетни О его Растущих Конфликтах С Тирандой Шелест Ветра Сияющим Светом Нашего Народа Нашей Руководительницей В Дарнаси Но Многие Друиды Из Круга Кенария Считают Что он Хочет Для Колдорай Только Лучшего И Преданно Ему Суп Фэндрол Оленьий Шлем Несет Тяжесть И Своих Грехов И Наших Неразумных Поступков И За это Заслуживает Уважение Всех Нас Есть Появили Задание Поблизости Часовой А ранее Проблеск Солнца Зачарованная Поляна Меня отправили сюда С небольшим Отрядом Часовых Для защиты Древа Оракула От гарпий Что устроили Себе Гнезда По всей Поляне Мы стараемся Потихоньку Вытеснить Их Отсюда Когда Древо Оракул Попыталось Послать Гонца В Дарнас На него Напала Стая Гарпий И растерзала Если ты считаешь Что это задание Тебе по плечу Иди к их гнездовью И принеси Их пояса В доказательство Своего подвига Хорошо Расправимся С этими Гарпиями Так Чем могу Помочь Мои любимые Задания Жрица Амура Слезы Луны Некогда Леди Сатра Была Дорогая Луня Эта Изящная Чистая Душой Паучиха Ткала Серебряные Свои нити Под Светом Луны Ловя В свои Сети Вечерний Туман Его Серебристые Капли Обладали Великой Целительной Силой Их Хранили В этом Храме Но Недавно Сатру Постигла Безумие Теперь Ее Потомство Под Угрозой Найди Леди Сатру Ветер Луны И положи Конец Ее Страданиям Она Обитает К Северо Востоку Отсюда У реки Возьми Ее Серебристые Паутинные Железы И принеси Их Мне Хорошо Так Что Про Леди Сатру Пишут Леди Сатра Порчи И Безумие Могут Поразить Даже Самых Чистых Созданий Элуны Наша Миссия Помочь Уйти С миром Тем Кто В этом Нуждается Дельнадрис Мод Гарпия Не достаю Слишком Далеко Нужно Подойти Поближе Легкая Добыча Трой Нет 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 Сейчас Мы В баланс Перейдем И мы Массовые Силы Начнем Проявлять По отношению К вам Так Я понимаю Что из боя Нельзя это сделать Вот сейчас Можно Ну Собственно Говоря Держитесь Так Какие Еще Умения Ну Так Ой-ой-ой Что-то Мы зря Так Я не понял Как Скил Работает Ага Теперь Я понял Но Что-то Она Убегает Ну Слабовато Слабовато Честное слово Я лучше Будь с руки Все это Удел Быстрее Пока Итем Не пропал Быстрее Быстрее Нету Итема Так Странно Твою голову Я заберу В качестве Трофея Ночная Тейка Я так Не думал У меня Нет Цели Не достаю Слишком Далеко Слишком Далеко Не достаю Слишком Далеко Слишком Далеко Слишком Далеко Слишком Далеко Зато Далеко куда ты от медведя давайте сразу сдадим потому что скорее всего нас ждет левела а папа откуда вас так много ниже агры нужно да я вижу что легкая то ни одной то целая стая слишком далеко ну и от них можно просто сбежать я забыл я привык что в одной игре невозможно от мобов убегать чтобы не терять свое время какое красивое дерево интересно кто это медведь или бобер я поищена зачарованная поляна и безжалостные когти и острые клювы могут оказаться для тебя трудным испытанием ветер я верю что ты счастью выдержишь его да я впечатлена тем как много достигла ты за такое короткое время ветер луны хотелось бы мне попросить тебя задержаться здесь и помочь мне по службе но я понимаю что тебя ждут великие дела так точно возьмем плащик штаны у нас есть хорошие хотя треклот к ловкости на дороге не валяется удачи друг тем более мы установку кошку а здесь всего лишь интеллекта выносилось так хорошо теперь с паучихой разобраться вернее так не освободить ее слишком до страшных мучений это мы за гоблинов разбойников могли разбираться со всеми подряд я и же абсолютно другая философия ночных эльфов слишком далеко нужно подойти поближе ну такие маленькие малиняны да из таких маленьких деталей строится большой мир кажется таким живым и необычно красивым слезы луны не очень горько давать тебе такое поручение но у нас нет надежды исцелить леди сатру мы надеемся что если принести серебряные паутиные железы в жертву элуне то она благословит сатру и та возродится спокоен в душе лес оплакивает леди сатру но это надо было сделать надеюсь теперь она сможет упокоиться с миром благодарю тебя ветер луны удачи какая классная трансформация походный облик круто круто о нет с гарпиями я в конфронтацию ступать не хочу будем держаться дороги так угое 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или не лунный? Как же его звали? А зеленый, конечно. Ну, можно и лунный, в принципе. Не сильно отходя от темы. Ты была у родникового озера, ветер луны? Удалось поохотиться там на древесников? Да. Хорошая работа. Эти опухли — симптом болезни древесников. Они наполнены ядом, от которого мы должны очистить наши новые земли. Я уничтожу эти опухли. Благодарю тебя, ветер луны. Отлично. И нам дают выбор. Нож, кинжал или... Молоток. Один и три? Один и четыре. Возьмем ножик. До свидания. Деналан, ты здесь? Приветствую. Дубохмур. Я во всем разобрался. И сразу бросился сюда, чтобы найти тебя. На самом деле все так просто. Порча переходит от одного древесника к другому. Но только один из них является истинным источником. Это дубохмур. Он поражен такой огромной опухолью, каких я еще не видел. Я бы даже сказал гигантской. Раньше дубохмур жил в пещере возле моего озера, но потом перебрался в закоулок северо-восточнее родниковой реки. Ветер луны. Найди дубохмура и сними эту опухоль. Избавь мою землю от источника порчи. Так, снять гигантскую опухоль с дубохмура. Так. Дубохмур. Затянувшаяся болезнь дубохмура жестокое напоминание о том, как глубоко может распространиться порча, поразившая Тельдрасил. Береги себя. Понятно. Мы это выполним задание. А потом поговорим по дороге в Дарнас. Но это будет, друзья мои, уже в следующей серии. А вам спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте, пишите, что можно было бы дополнить. А если все отлично, просто ставьте лайк и вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Берк. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok.